Карточные и настольные игры на деньги. Покер, карточный дурак, нарды, шашки, шахматы, преферанс, домино и многое другое на игрок24.com. Для игроков родной как дом. игрок24.com. Минимальный депозит всего 50 центов. Добро пожаловать в школу покера. Шестая программа из цикла «Учитесь у профессионалов». Лучшие игроки мира поделятся с вами секретами мастерства и расскажут о стратегии, тактике и типичных приемах этой замечательной игры. Итак, кто же сегодня будет делиться с нами секретами своего мастерства? Ну, конечно же, профессор покера Ховард Ледерер, а также Даниэль Негриано, Фил Гордон, Клони Гоуэн, Фил Хельмут, Барри Гринстайн и чемпион мира 2000 года Крис Фергюсон. Смотрите шестой выпуск программы «Учитесь у профессионалов». Уже сложившиеся традиции шоу ведут Крис Роуз и профессор покера Ховард Ледерер. И интересуется Крис Роуз у Ховарда, не замечает ли он, что с приходом эры телевизионного покера многие игроки копируют стиль ведущих профессионалов. Никогда вы не замечали, что тот или иной игрок действует, например, в стиле того или иного маститого профессионала. Согласен с ним полностью Ховард. Очень часто заметно, что тот или иной игрок избрал своим кумиром Даниэль Негриано, а другой, например, действует в стиле Гасса Хансона, что, конечно же, не лучшая идея, потому что в таком агрессивном, супер-агрессивном стиле может играть лишь великий датчанин. Тема сегодняшней передачи – позиция. И Крис Роуз предоставляет слово Ховарду Ледереру. Он все доступно нам объяснит. Итак, самой лучшей позицией за покерным столом является место дилера. Разумеется, этот дилер виртуальный, сдает карты настоящий дилер, но вот именно это место является за покерным столом лучшим. Чем дальше вы от большого блайнда, тем лучше ваша позиция. Почему? Дело в том, что вы получаете возможность собрать максимум информации о картах противников. И это, в свою очередь, позволяет вам принять оптимальное решение. А реально это означает следующее. Если вы проигрываете банк, то вы проигрываете меньший банк, чем могли бы. Если вы выигрываете, то вы выигрываете больший банк. И, наконец, если вы в позиции, то вы выигрываете большее количество рук. Например, если у противника маргинальная пограничная рука, то он скорее скажет «Чек», и в этой ситуации вы получаете бесплатную карту. Но это лишь одно из преимуществ, которые дает нам позиция. И эту позицию очень важно удерживать. Интересный пример с участием Джона Диагостина, Фила Айви и Джона Джуанды. Итак, у Джона Диагостина одномастные коннекторы, очень неплохая стартовая рука, особенно на коротком столе. Итак, Джон Диагостина делает рейс, Фил Айви сбрасывает, и Джон Джуандо, у которого мастевой туз, правда слабый, отвечает ререйсом. И это очень хорошая ситуация для того, чтобы заколировать. Дело в том, что Джон Диагостина в позиции. И мы посмотрим, как он использует это преимущество. Открывается очень хороший для него флоп. У него флэш-дро и двустороннее стрит-флэш-дро. Джон Джуандо не попал во флоп, поэтому он пропускает торги. И это оптимальный момент для того, чтобы забрать банк ставкой, что Джон Диагостина с успехом и сделал. Заинтересовал Криса Роузе вот какой момент. Стоит ли идти ол-ин, имея позицию? Лучше удерживать позицию, отвечает Ховард Ледерер. И у этой медали есть и обратная сторона. Наоборот, если у вас нет позиции, а рука, в общем-то, неплохая, то в этой ситуации часто имеет смысл перехватить инициативу и двинуть ол-ин. Ну и небольшой каламбур себе позволил Крис Роуз. Если мы говорим о недвижимости, то известное выражение «location, location, location», то есть местоположение, местоположение и еще раз местоположение. А применительно к покеру можно сказать «позиция, позиция и еще раз позиция». В следующей части программы мы присоединимся к круглому столу с участием Даниэля Негриану, Барри Гринстайна, Клони Гоуэн и Фила Хельмута. Резко овощей картами безусловно впечатляет, однако Крис Фергюсон припас для нас кое-что еще более эффектное. Ну и традиционная рубрика, в которой Ховард Ледер разберет типичные ошибки любителей. Ну а сейчас пришло время нашей традиционной рубрики «Покерная викторина». Какова вероятность того, что карманная пара восьмерок устоит на префлопе на столе, за которым сидит 9 игроков? А. 50%, Б. 60%, С. 69% и Д. 78%. Смотрите шестой выпуск программы «Учитесь у профессионалов» и правильный ответ после небольшого перерыва. Возвращаемся в школу «Покера». Шестой выпуск программы «Учитесь у профессионалов». И сначала обещанный ответ на вопрос нашей викторины. Какова вероятность того, что ваша карманная пара восьмерок устоит на столе, за которым сидит 9 игроков? А. 50%, Б. 60%, С. 69% и Д. 78%. Правильный ответ – Д. В 78% случаев. Крис Роуз просит Ховарда Ледереру прокомментировать эту статистику. Это подчеркивает важность позиции, объясняет Ховард Ледерер. Безусловно, если у вас две восьмерки, то существует вероятность, и она весьма высока, то есть 78% того, что у вас лучше рука. Однако 22% – это совсем не так мало. Разберем типичные ошибки любителей. У Дэна какая-то рука, пока мы ее не знаем. Он делает рейс с ранней позиции. У Джессики неплохая рука. Король – дама разномастная. Однако ее ошибка заключается в том, что она не учла, из какой позиции делал рейс Дэн. Она калирует, и, безусловно, это, мягко говоря, не лучшее решение. Мы видим, что рука Джессики доминирована, то есть очень много рук, с которыми игрок делает рейс из первой позиции, будут ее доминировать. Там вполне вероятны туз-король, туз-дама, два короля и так далее. И вот теперь рассмотрим другой пример. Все вроде то же самое, однако позиция игрока, который делает рейс, изменилась. Итак, Кристиан делает рейс, и вот теперь у Джессики, обратите внимание, та же рука, но здесь колл не выглядит ошибкой. Джессика на баттоне, у нее лучшая позиция, а Кристиан вполне мог открывать торги рейсом на очень широком диапазоне. И здесь мы видим обратную ситуацию, на сей раз рука Кристиана доминирована. Действительно, в покере очень на многое нужно обращать внимание, и позиция занимает в этом списке далеко не последнее место. Очередь нашей традиционной рубрики «Бэт Бит». И об одном из худших своих «Бэт Битов» рассказывает Дэниэль Негряну. Я очень глубоко прошел в главном турнире мировой серии 2001 года, являлся чип-лидером и обнаружил у себя очень достойную руку «Биг Слик Туз Король». У моего противника были две шестерки, и ни одна из улиц мне не помогла. Я проиграл огромный банк, и в итоге завершил турнир на 11 месте. Но эта неудача меня многому научила. Интересно, что в 2004 году я выиграл больше денег, чем выиграл бы в главном турнире. Так что, может быть, все к лучшему. Крис Фергюсон показывал нам, как с помощью карт резать овощи, фрукты, а вот теперь пришла очередь крекера. Ну и, конечно же, наша традиционная рубрика «Круглый стол» с участием Клоуни Гоуэн, Дэниэля Негряну, Фила Хельмута и Фила Гордона. Возвращаемся в школу покера, шестой выпуск программы «Учитесь у профессионалов». Пришла очередь нашей традиционной рубрики «Круглый стол». Представляем его участников. Это Дэниэль Негряну, обладатель четырех браслетов мировой серии. В тот момент, когда снималась эта передача, на его счету было лишь три почетных трофея. Фил Хельмут, обладатель одиннадцати браслетов мировой серии. Как мы видим, его баланс также пополнился за эти годы. Чемпион мира 1989 года. Фил Гордон, автор книги «Little Green Book of No Limit Hold'em» и участник финального стола главного турнира мировой серии. Ну и, кроме того, представительница прекрасного пола Клоуни Гоуэн, значительных успехов в ее карьере нет, но, тем не менее, она очень опытный турнирный боец. И тема сегодняшней дискуссии – имидж игрока за столом, так называемый «тейбл имидж». Так вот, какой имидж лучше всего демонстрировать своим оппонентам? По мнению Фила Гордона, лучше всего быть в их глазах так называемым «tight aggressive», то есть тайтовым игроком агрессивного стиля. В первую очередь, это важно потому, что подобный имидж позволяет вам, как говорят покерные игроки, воровать блайнды. Итак, имидж за столом – это тот стиль, который ты изображаешь. Дэниэль Негриану согласен с великим Филом Айви, которого однажды спросили, какой у тебя план на игру? Айви ответил, я не знаю, и был абсолютно искренен, и главное, прав. Дело в том, что вы должны осмотреться и уже адаптировать свой стиль к тому, что происходит за столом. Иногда вам выгодно изображать из себя наоборот, очень лузового игрока. Как говорят покерные игроки, маньяка, который заходит в каждый банк. Фил Хельмут говорит о том, что ему сильно вредит телевидение, поскольку вообще-то он старается изображать из себя тайтового игрока, но, к сожалению, телевидение нередко показывает его безумные блефы, и поэтому его желания расходятся с действительностью. Отмечает Фил Хельмут то обстоятельство, что Дэниэль Негриану одно время создал имидж игрока, который калирует ставки в надежде посмотреть флоп. Что же произошло дальше? Дэниэль немножко изменил свою стратегию и стал калировать очень сильными карманными парами, и это принесло ему дополнительные выгоды. Клони Гоуэн рассуждает о том, что в принципе, конечно же, имидж тайтового агрессивного игрока оптимален и ссылается при этом на Тиджея Клучье, однако все это хорошо лишь на словах, а главное в покере это адаптироваться к столу, адаптироваться к игре своих противников. И создавать за столом имидж, противоположный имиджу ваших оппонентов. А Дэниэль Негриану утверждает, что главная цель в покере это быть непредсказуемым. Если люди знают ваш стиль, если они действительно знают ваш имидж, то им очень легко будет принимать решение. А ваша задача в покере прямо противоположная, максимально затруднить им принятие решения. Фил Гордон говорит о том, что в покере неплохой стратегией является действовать от противного. То есть, если у вас очень тайтовый имидж, то вы можете себе позволить несколько блефов. И наоборот, если вы входите в каждый банк, разбрасываете фишки направо и налево, то здесь как раз имеет смысл, как говорят покерные игроки, затайтиться и играть более строго и консервативно. Ему вторит Фил Хельмут. Если, например, вы на протяжении нескольких кругов постоянно отправляете свои карты в пас и вдруг входите в банк, все волей-неволей думают, что у вас сильная рука. И в этой ситуации вам очень часто удается забрать несколько банков рейзами. Ховард Леддерер говорит о том, что в покере необычайно важно отдавать себе отчет в том, какой у вас имидж в глазах соперника. И, образно говоря, нужно создавать разность потенциалов между тем, как вы играете и как противники думают вы играете. Именно эта стратегия и приносит успех в покере. Интересуется Крис Роуз у Клони Гоуин, какой у нее имидж за покерным столом. Ну и Клони откровенно отвечает, что по большому счету у нее имидж тайтого, агрессивного игрока. В общем-то она и не пытается это скрыть. Впрочем, по мере роста блайндов она, конечно же, вносит в свой имидж какие-то коррективы, но и главное, она вносит их в свою игру. «Помогает ли тебе тот факт, что ты являешься женщиной?» «Безусловно», — отвечает Клони Гоуин, «я безусловно предпочитаю быть женщиной за покерным столом, нежели мужчиной». Причина этого очень проста. Дело в том, что мужчины в основном привыкли играть с мужчинами же. И поэтому женщина представляет для них некую загадку. В принципе, игроки-мужчины делятся на три основных типа, это тайтовые игроки, агрессивные игроки и так называемые маньяки. Интересно, что эти игроки отступают, как правило, от своей генеральной линии, встречаясь с женщиной. То есть даже тайтовый игрок в противостоянии с женщинами вполне может стать маньяком. То есть им приходится анализировать гораздо больше факторов. В этом уравнении для них куда больше неизвестных. Ну и к тому же у женщин есть секретное оружие. В частности, они могут прийти на игру в декольтированном платье, ну и так далее. Дэниэль Негриану искренне удивляется тому факту, что женскую грудь мы не имели счастья лицезреть во время покерных трансляций. А вот грудь Фила Хельмута видели не единожды. Клони Гоуэн шутливо парирует и рассказывает о том, что против слабых игроков вот эти маленькие женские хитрости, может быть, и могут сработать, но против профессионалов это не дает ни малейшего эффекта. Барри Гринстайн рассуждает о так называемых телсах, то есть подсказках, которые позволяют судить о силе руки противника. Его базовый совет заключается в том, чтобы смотреть, как человек ставит, и после этого сопоставлять это с силой его руки. По мнению Барри Гринстайна, это дает информацию о силе руки противника. Ну и, наконец, в следующей части программы Крис Фергюсон покажет нам самый эффектный трюк из серии «Метание покерных карт». Оставайтесь с нами. Возвращаемся в школу покера. Шестая программа из цикла «Учитесь у профессионалов». Итак, выход Криса Фергюсона, чемпиона мира 2000-го года. На его счету пять браслетов мировой серии. Это выдающийся успех, выдающееся достижение, но Крис Фергюсон по прозвищу «Джизус», то есть Иисус, умеет кое-что еще. Он в совершенстве освоил искусство «Метание покерных карт». С легкостью Крис может срезать кусочек овоща или фрукта. И вот пришла очередь самого эффектного трюка в исполнении Криса Фергюсона. О чем же идет речь? Крис Фергюсон попробует разрезать картой движущийся объект. Как видим, у него это очень неплохо получается. Еще раз демонстрирует нам хват, как нужно держать карту Крис Фергюсон. Однако ключ к успеху, если вы хотите сбить движущийся объект картой, это процесс доводки. То есть движение должно быть очень размашистым и энергичным. Думаю, у меня может получиться и получше. Ну что ж, посмотрим. Получилось. Важнейшую роль в подобном броске играет предплечье и кисть. Именно так это и делается. Ну и, наконец, нарезав крекеры, можно вполне использовать их по назначению для супа. В следующей части программы Фил Гордон обещает устранить недостатки в вашей игре. Возвращаемся в школу покера. Очередной шестой выпуск программы «Учитесь у профессионалов». В следующей седьмой передаче вы увидите «Как разыгрывать мелкие карманные пары». Советы от Ховарда Ледерера. Дженнифер Харман, Фил Айви и Крис Фергюсон – гости нашего круглого стола. Антонио из Фондиари по традиции научит нас очередному покерному трюку. Возвращаемся за наш традиционный круглый стол. Крис Роуз благодарит его участников – Даниэля Негриану, Фила Хельмута, Клони Гоуэн и Фила Гордона, и напоминает всем нам о том, что с этими профессионалами вполне реально сразиться в интернете. Ну и заключительный вопрос Криса Роуза, и на сей раз он адресован Филу Хельмуту. Испытывал ли когда-нибудь ты, Фил, чувство робости за покерным столом? Фил Хельмут отвечает достаточно откровенно. Да, бывали времена, когда против меня сидели четыре лучших игрока безлимитных холдом, и, конечно же, я ощущал некоторую робость, чувствовал себя не очень-то уютно. Но потом я решил, что надо биться, надо бороться. И после того, как мне удались несколько эффектных блефов, я понял, что, в принципе, я могу выдержать их давление, могу вполне с ними бороться. А как насчет противостояния с Джонни Ченом, двукратным чемпионом мира? Ну, у нас была долгая история, и я, в общем-то, уже приноровился к стилю своего грозного противника. Карточные и настольные игры на деньги. Покер, карточный дурак, нарды, шашки, шахматы, преферанс, домино и многое другое на игрок24.com. Для игроков родной как дом. Игрок24.com. Минимальный депозит всего 50 центов. Субтитры создавал DimaTorzok